Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Поэтому то, что сейчас Команда области опять Вновь лидирует Это яркое тому подтверждение А почему наша область Всегда является фаворитом? У нас как-то традиционно Сильные спортсмены Почему у других областей Команда слабее? Не скажешь, что Витебская область Самая сильная в Беларуси по биатлону Если посмотреть на результаты наших спортсменов на какой-то международной арене. Вот, может быть, главный тренер Витебской области нам расскажет. Ну, Витебская земля всегда была кузницей, так сказать, зимних видов спорта. Это лыжи, биатлон, и еще, начиная с Советского Союза, здесь был создан интернат спортивного профиля, и, соответственно, все те хорошие традиции, которые были тогда, они остались, приумножились, и, соответственно, у нас в Витебске эти виды спорта, они очень популярны и имеют развитие. А если заглянуть в историю, в советские годы почему ставка была сделана на Витебск? Погода, природа или талантливый спортсмен? Здесь зима 6 месяцев в году, может быть, это послужило причиной? Да, Витебская область, вы знаете, это север Белоруссии, и, соответственно, у нас зима, наверное, и снежный покров дольше всего держится. Ну, это такой практичный подход, да? Да, конечно. Вот кубок Белорусской Федерации по биатлону, насколько это серьезные соревнования, и насколько сильных спортсменов они обычно собирают? В Кубке Белорусской Федерации биатлона участвуют 7 команд, это 6 областей и плюс отдельно команда города Минска, да. Ну и, соответственно, очень большая конкуренция, большая конкуренция. Команды в четырех группах юношеских предоставлены от каждой области, и, соответственно, в каждой группе есть борьба. То есть это, ну, соревнования среди юношей, это не взрослые спортсмены, да? Нет, это юношеские соревнования, начиная от старших юношей, и средних, младших, и более младших. Кто входит в состав нашей команды? Вот эти спортсмены, они, ну, скажем так, костяк спортсменов из города Витебска, или это спортсмены со всего региона, которые, ну, готовятся, скажем так, не только в областном центре? Ну, в более старшем возрасте юноши это, конечно, костяк составляет учащиеся училища Олимпийского резерва, как Витебского, так и Новополоцкого. Более младшие группы, это уже вообще спортсмены и дети, которые занимаются в ДС США, и они практически со всей области собраны. Мы проводим отбор сначала, чтобы сформировать команду под эти соревнования, то есть областные соревнования, и, соответственно, по результатам областных соревнований формируется команда. Насколько серьезное внимание вот сегодня в Витебской области уделяется этому виду спорта, биатлону? Вот мы видим, что такие высокие результаты каждый год показывают наши юные спортсмены. Насколько сегодня развит биатлон в нашем регионе? В нашем регионе, я думаю, что биатлон как вид спорта практически на лидирующих позициях, и большое внимание оказывается со стороны и руководства, и администрации нашему виду спорта, так сказать. Есть результаты, и в составе национальной команды наши спортсмены в Витебской области, Александр Анатольевич, вот скажет, сколько входит у нас. Ну, за результаты, подготовку трасс и в целом создание инфраструктуры для того, чтобы можно было заниматься на достойном уровне этим видом спорта у нас в области, наверное, как раз-таки отвечает областной центр Олимпийского резерва по зимним видам спорта. Я знаю, что делается многое в этом направлении, замечательные условия для занятий биатлоном, созданные в городке. Там тоже делается акцент, вот именно в этом районе, на этом виде спорта. Правильно, Александр Анатольевич? Да, совершенно правильно. Я бы хотел, в первую очередь, отметить то, что уже два года подряд мы сохраняем снег с весны и начинаем его укладывать трассу где-то во второй декаде ноября. То есть у нас практически с десятых чисел ноября по практически весь апрель есть снежная трасса. А как этот снег там вот хранится? Потому что это фраза «сохраняем снег с весны». Да, сохраняем снег, выясните. Этот снег, он изготавливается снегогенераторами, снежными пушками и складируется в определенном месте, ну специальный такой рельеф подобрали, углубление такое сделали и накрывается опилками, и он хранится, ну толстый слой опилок. И тренироваться можно в любое время года? Нет, потом этот снег развозит, техника развозит на трассе, траком его утаптывает, укладывает, и трасса готова для проведения тренировочных занятий. Но опять же, только, наверное, в то время года, когда можно заниматься биатлоном, я имею в виду в зимнее время года, когда, ну бывает, идет дождь, скажем так, зимой. Вот для этого служит, скажем так, вот этот снежный покров, который вы заготавливаете заранее? Или в теплую погоду тоже можно его использовать? Нет, ну, конечно, погодные условия желательно, когда уже хотя бы первая холода наступает. Поэтому в июле, если его развести, он сразу растает. Ну а летом, я так понимаю, на трассе в городке тоже ведь можно тренироваться, но уже там не используются лыжи, да? Лыжероллеры? Лыжероллеры. А это считается, лыжероллеры – это зимний вид спорта или это летний вид спорта? Это способ тренировок, наверное, больше, да? Да, биатлон – это зимний вид спорта, но просто это как инвентарь, который помогает поддерживать физическую форму круглый год. Ну, чтобы спортсмены, да, летом, скажем так, не набрали лишних килограммов. Ну, даже те же технические навыки конькового хода, то есть лыжероллеры помогают имитировать. Но биатлон – это самый популярный, да, вид спорта, говоря, если мы говорим о зимних видах спорта? Ну, самый популярный, да, зрелищный вид спорта. И хотелось бы даже выразить слова благодарности Федерации биатлона, потому что то, как она подходит к проведению вот этих соревнований Куба Городской Федерации биатлона, как это все организовывает с привлечением ваших коллег с телеканала БТ-5, то есть все транслируется в режиме онлайн, и на рождение спортсменов, и само проведение, то есть судейский корпус на высоком уровне, я бы сказал. – Я хочу вернуться вот к теме трассы в городке, да, то есть там же с каждым годом, наверное, можно сказать, что условия для тренировок, для проведения соревнований совершенствуются, в том числе и благодаря вот областному центру Олимпийского резерва по зимним видам спорта. Какая работа проводится, Александр Анатольевич, расскажите, и вот за последние годы, насколько трасса, скажем так, приобрела, ну, новые какие-то очертания, да? – Ну, я бы сказал бы, не только трасса, это сам комплекс в Воробьевых горах, то есть наличие тех же 12 вакс-кабин, которые помогают тренерскому составу, спортсменам, готовить инвентарь лыжи, это те же лыжи-роллеры и так далее. Есть снегогенераторы для изготовления снега, есть, благодаря областному бюджету и управлению спорта и туризму, был исполком закуплен еще один ретрак. – Ну, это за последний год, да, было сделано? – Да, это было в 21-м году. Вся та техника и вся та база, которая имеется, и позволяет полноценно организовывать лечебно-тренировочный, соревновательный процесс не только областных соревнований, но и республиканского уровня. – При том, что трасса открытая, да, насколько я понимаю, то есть, ну, любой, кто умеет стоять на лыжах, может там, в общем-то, попробовать свои силы. – Любой желающий. – Правда, не переоценивайте себя, говорю, на личном опыте, но, да, это… – Любой желающий. – Правда, вас готовьтесь к тому, что вас все будут обгонять, скорее всего. – А ты пробовал свои силы? – Да, да. – За последние несколько лет, я знаю, что, ну, Ване довелось, ну, во многих видах спорта, да. – Я был на вашей лыжеролинной трассе, после чего нам сказали, ну, вы додумались, конечно, стать на эти, там, спортивные лыжи такие, ну, они узкие, пластиковые, разъезжаются ноги, но это очень смешно, ну, опыт был. – Ну, несколько раз можно на трассу в городке посетить, и я думаю, что с каждым разом будет лучше. – Ну, нет, я думаю, это раньше все-таки надо было начинать, я уже в таком… – То есть, больше пробовать не хочешь, да? – Нет, пусть еще занимаются профессионалы. – Я знаю, что в последнее время активно в городок стали приезжать и российские спортсмены, тренируются на местной трассе, вот, и в том числе участвуют в соревнованиях. Вот насколько количество российских спортсменов за последние годы, которые посещают нашу область, увеличилось? Вот если говорить о биатлонистах, лыжниках, может быть, фристайлистах. – За прошедший год 399 человек посетило нашу базу, то есть это полный комплекс услуг и проживания, и питания, и тренировочный процесс, наличие бассейна и спортивного зала позволяет комбинировать тренировочный процесс и как общую физическую подготовку, так и специальную физическую подготовку. – Это в прошлом году посетило, да? – Это в прошлом году, да. – А если сравнивать вот это количество с 2021 годом, было намного меньше? – Ну, с 2020, наверное, некорректно сравнивалось, потому что были ковидные ограничения, а если сравнить с 2021, ну, порядка на 32% увеличилось. – Ну, и вы ожидаете, что эта цифра будет расти в 2023? – Мы темп избавлять не намерены. – Сергей Викторович, а вам как-то полезно наблюдать за российскими коллегами в профессиональном плане, как тренеру? – Ну, в общем-то, мы это все умеем, пусть они у нас получатся. – Ну, всегда, когда есть конкуренция, это для спортсмена здорово. Это раз. Во-вторых, они, когда приезжают к нам, даже участвуют в соревнованиях, и мы соревнуемся. И для спортсменов это очень хорошо. И для тренеров, потому что сейчас, ввиду того, что мы не можем где-то выступать на международном уровне, ну, хотя бы мы можем сравнить себя там с той же командой российской и на каком уровне мы находимся. Поэтому это надо. – Но соревнования такие носят больше такой дружеский характер, такой взаимополезный, или, не знаю, они идут куда-то в зачет. Вы, опять же, присматриваетесь к каким-то спортсменам, и дальше по итогам таких соревнований у них появляется, не знаю, путевка на какие-то другие состязания. – Ну вот, вот эти соревнования, которые сейчас проводились, кулок Белорусской Федерации Биатлона, и старшая группа отбиралась, это пять юношей, пять девушек, на первенство России, вот по этим соревнованиям. – То есть они приехали сюда и здесь отбирались? – Нет, наша команда белорусская отбиралась в городке по нашим соревнованиям, и поедут участвовать сейчас на первенство России, это в город Сыранск. Там большая тоже база, биатлонный комплекс. Будут участвовать на этих всероссийских соревнованиях. – Сергей Викторович, ну понятно, что раньше перед нашими спортсменами были открыты какие-то международные соревнования, сейчас есть возможность соревноваться с российскими спортсменами. Вот насколько больше стало совместных соревнований вот именно с россиянами? То есть мы приглашаем их в гости, они участвуют в наших соревнованиях, мы ездим туда. Давайте расскажем за последний год, может быть, вот сколько этих соревнований было совместных, и какие результаты показала наша команда? – Ну, то, что касается совместных, это в основном среди взрослых спортсменов, я думаю, кто смотрит и интересуется спортом, это Кубок Содружества, который не так давно закончился в Уралбичах, и следующий этап будет проводиться в Ханты-Мантийске. То, что касается юношей и юниоров, мы пока просто участвуем в всероссийских соревнованиях, не в зачете, не в зачете. Но нас допускают, и мы также в протоколе видим свои достижения, свои результаты, это очень здорово, очень здорово. И то, что касается, хочется отметить, когда будет сейчас финал у нас в марте Кубка Белорусской Федерации Биатлона, уже подтвердили участие Московская область, приедет к нам участвовать, дала заявку, и ждем еще спортсменов. Ну вот если сравнивать уровень наших спортсменов, витебских, со спортсменами из России, насколько он отличается, или где-то мы даже близко, может быть, к ним приближаемся? Уровень белорусского биатлона и даже в юношеском и юниорском спорте очень высок. То, что показывают наши юниоры, также были на первенстве России участвовали в соревнованиях, в Рыбинске у нас есть победители, призеры. То есть мы ничем не хуже, а где-то даже и лучше. Нет, не уступаем, да, хотя вы же сами знаете, что наша команда и наша республика намного меньше. Намного меньше, поэтому и выбора спортсменов, соответственно, тоже меньше. Но уровень, профессиональный уровень спортсменов, но раз высокий профессиональный уровень спортсменов, соответственно, значит, и уровень тренеру довольно-таки высок, раз мы можем, можем конкурировать за первые и призовые места. Насколько полезным можете назвать вот этот опыт соревнований с российскими спортсменами? Ну вот, Иван задавал вопрос о том, что вот где-то, может, чему-то и поучиться, можно перенять какие-то навыки. Вот насколько это полезно? Потому что вот они сейчас беспрепятственно могут приехать к нам посоревноваться. Ну и, в принципе, эти соревнования, скажем так, уже поставлены на поток. То есть россияне уже приезжают регулярно. Что это дает нашим спортсменам? Ну, в первую очередь, мы не стоим на месте, а развиваемся, растем. Я думаю, пройдет какой-то промежуток времени, и все-таки и как российские и белорусские спортсмены будут выступать на международном уровне. Но, опять же, чтобы быть готовым все-таки в будущем участвовать на международном уровне, конечно, наш уровень не должен падать. Мы должны его поддерживать. И хотя бы на уровне российской команды мы видим, где мы и на каком уровне находимся. Правильно ли мы, неправильно, отстаем, не отстаем. Ну, как мы уже говорили, сегодня львиная доля соревнований по биатлону проводится на Воробьевых горах в городокском районе. Александр Анатольевич, ну, мы знаем, что в городке делают ставку не только на биатлон, но и на другие спортивные направления. Давайте расскажем о том, инфраструктура, как спортивные развиваются. Вот в этом районном центре. А мы знаем, что она развивается в последние годы очень активно. Хотелось бы отметить, что в этом году, наверное, как никогда, четыре республиканских соревнования по лыжным гонкам примет наш комплекс. Одни уже прошли. Это первый этап спорта Киады и США, Республики Беларусь. Сейчас проходят Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по лыжным гонкам. На следующей неделе стартует Кубок страны по лыжным гонкам. И в конце февраля запланирован второй этап спорта Киады и США. То бишь, Федерация лыжных гонок также нас высоко оценивает, раз доверяет проводить такую рамку соревнований. Но это все проходит на Воробьевых горах. Мы знаем, что в городке тренируются и ватерполисты, например. Ежегодно, традиционно, в мае проходит очень серьезный турнир. Как и юношей, так и девушек по водному полу. Приезжают порядка 12 команд из Российской Федерации. Для этого специально мы и базу развели, закупили и ворота, и табло специально для воднополистов. Также на трассе проходит регулярно соревнования по велоспорту, по триатлону. То есть видов спорта очень много, которые принимает городок, и с каждым годом их становится больше. Инфраструктура же тоже развивается. В этом районном центре любят спорт. Это же зависит, наверное, и от руководства района. Для того, чтобы это все создавалось, должна быть поддержка. С руководством района полное взаимопонимание. Хочу еще отметить, упустил, летом приезжала к нам юношеская команда Академии Московского Спартака. Осталась довольно, очень довольна качеством газона, естественного газона футбольного, городовского. И выразила полную уверенность, что в этом году летом вновь приедут. А приезжали в рамках чего? Это какие-то соревнования проводились или их просто пригласили в гости? Просто пригласили в гости и под эту команду организовывали товарищеские матчи. Как с витинскими, так и с городовскими детьми. Ну а как вы видите это сотрудничество в будущем? То есть, ну вот, скажем так, Академия юношеская Московского Спартака может приехать для того, чтобы участвовать в соревнованиях в городовском районе? Или просто, может быть, тренироваться на лето? Почему нет? Для них очень важно то, что свежий воздух. Есть весь комплекс услуг, начиная с проживания, питания, восстановительные процедуры, сауна, бассейн. Тренажерных залов у нас два. Поэтому и в комплексе их это очень подкупает, интересует. И неподдельный интерес. Уже есть наработки и с другими командами профессиональными. Российские вы имеете? Совершенно верно. Ну и, наверное, цены тоже подкупают, потому что в России, тем более в Москве, я думаю, что это будет стоить в разы дороже, а в городке есть возможность. И очень, я говорю, они очень довольны о том, что природа для них и организовываем экскурсии. Поэтому работаем. А вот смотрите, как следить за тем, что или вот что делать для того, чтобы такое сотрудничество, может быть, не превратилось во что-то, может быть, опасное немножко для нашего спорта? Они что же присматриваются? И к нашим спортсменам? И может, кого-то себе там тоже берут, знаете, на заметочку, чтобы мы здесь тоже могли как-то наших спортсменов удержать, заинтересовать, мотивировать? Я думаю, что только с положительной стороны, да, тут негативного никакого не будет. То, что приезжают спортсмены из Москвы, определенно другой уровень. И наши спортсмены видят, как можно играть или как можно выступать в тех же традиционных видах зимних лыжах, биатлоне. Здесь я не вижу. Ну, как и в любом виде спорта, наверное, нужно тренироваться с сильными соперниками, чтобы как-то со временем подтянуться к их уровню. Конечно. Александр Анатольевич, ну вот мы все говорим о городокской трассе, да, о Воробьевых горах. Но мы знаем, что в области создаются и другие трассы, причем не только для биатлона и для лыжных гонок, но вот в частности для фристайла. Мы знаем, что в последние годы много работы было проделано над созданием новой трассы в поселке Руба. Что было сделано и может ли уже на сегодняшний день это место принять какие-то соревнования? Да, совершенно верно. С апреля по октябрь очень много сделано в поселке Руба на склоне. Во-первых, проведены земляные работы по благоустройству склона. Специально именно сделать и для фристайла, и для горных лыж. На данный момент практически трасса готова, чтобы принять республиканские соревнования. И с федерацией фристайла, и с республиканским центром подготовки по фристайлу есть полное взаимопонимание. И в ближайшее время, если на этот сезон не удастся, то на следующий точно обещают нам доверить проведение юношеских соревнований республиканского масштаба. Ну вот подобная трасса, она в области одна? То есть раньше такой трассы не было? У нас было место вообще, где могут тренироваться спортсмены? Именно для фристайла не было. Не было. А вообще у нас в области есть фристайлисты, которые где-то тренируются? Или теперь будут тренироваться, теперь будет место? Я хочу сказать, что 6 человек с отделения фристайла входят в юношеские сборные команды страны. Витебчан. Да, их регулярно приглашают на учебно-тренировочные сборы в Минск. Есть же построен центр специально с приземлением на лыжах. То есть они летом постоянно там на сборах и зимой также и вступают довольно успешно. Уже есть и призеры республиканских соревнований, именно витебчан. Послушайте, а как человек поймет, что фристайл – это его, что он может, пока не попробует, а попробует, но вот до появления этой трассы он не может? Вот как это происходит тогда, отбор будущих фристайлистов? Сначала отбор происходит на батуте, то есть в специализированном зале, чтобы стать на лыжи и уже делать приземление. То есть это сначала вся работа происходит на батуте, на сетках, и постепенно тренерский состав подводит уже. Потом после батута это приземление на воду, а только потом уже допуск для приземления на снег. Новую трассу спортсмены уже как-то опробовали, побывали, хотя бы посмотрели, вот как оценили? Все-таки, ну, появление такой трассы, мне кажется, станет большим шагом для развития этого вида спорта. В этом сезоне, начиная с декабря, уже полноценный черно-тренировочный процесс проходит у нас в Руби. И сколько спортсменов тренируется? На отделении фристайл 82 человека. 82 человека. То есть это очень быстро, да, ребята подтянулись, учитывая, что, ну, по сути-то, и тренироваться раньше не было. Где? А как им туда добираться, как это устроено? Там же база находится, наверное, прямо в Руби или в Руби? Это возле реки Западная Двина. Ну, ну, с кулон я представляю, где. А добираются они, все-таки занимаются здесь, в городе, да, где-то, наверное? На Батусе занимаются, да, в городе, а там... Уже отрабатывают. Специальную подготовку уже отрабатывают там. Ну, остается спросить, наверное, только о ближайших планах. Да, вот, ну, в прошлом году, я так понимаю, активно работали над созданием вот этой трассы для фристайла. Может быть, есть какие-то планы по созданию новых трасс на 2023 год? Может быть, еще что-то? Я бы хотел сказать, что хотелось бы еще больше уделить внимание как трассе и в Руби, так и в Воробьевых горах. Улучшить еще инфраструктуру. А что вы имеете в виду? Вот как можно ее улучшить? Что нужно сделать для того, чтобы стало еще лучше это место? Ну, во-первых, работы земляные мы проводили в августе. Сейчас будет, наступит весна. Если склон удержится, и не надо будет, ну, будем дальше его... То есть, подъем, чтобы... вернее, спуск. Чем выше уровень подъема, тем сложнее можно делать... Трюки. Конечно. Ну, это тоже, наверное, требует какого-то времени. Вообще, кто проводит эти работы? Кто создает трасс? То есть, должны быть специалисты, которые в этом хорошо разбираются. Вообще, тренерский штаб подобрался очень, хоть и молодой, но очень такой, я бы сказал, инициативный. И под их чутким руководством все эти работы осуществляются. То есть, тренерский штаб уже как бы правил? Они побывали и в Раубичах, побывали и за рубежом. То есть, они видели, знают, как это происходит. Соответственно, свой опыт передают сюда. Вот вы сказали, что 82 человека уже занимаются фристайлом. Успели ли уже отметить навыки этих спортсменов? То есть, есть ли среди них талантливые ребята, которые, ну, в будущем смогут защищать честь даже нашей страны где-нибудь на... Ну, не где-нибудь, скажем, уже сразу на олимпийских видах. Ну, еще пока об этом рано говорить. Как я и сказал, что шесть человек ходят в юношеские сборные. То есть, это вид спорта такой, скажем так, небыстрый. Потому что, как я объяснял, сначала это приземление на сетки батутные, потом это на воду. То есть, предстоит еще большая работа, чтобы вы вылезли. Но перспективы имеются. Ну, это хорошо. Ну, и биатлон не проще. Биатлон не проще, да. Да, мы, наверное, должны еще обозначить время и место ближайших соревнований по этому виду спорта, которые пройдут в Витебской области. Вот, что касается биатлона, может быть, лыжных гонок. В ближайшее время состоится ли что-нибудь? С 14 по 17 марта будет проходить финал Кубка Белорусской Федерации. Это довольно-таки серьезные мероприятия и будет организовано на высшем уровне. Это что касается биатлона. По лыжам – это Кубок Республики Беларусь. Там есть перспективы у нашей команды? По лыжных гонках практически ниже второго места наша команда никогда не опускает. Что в биатлоне, что в лыжных гонках мы лидируем, это, конечно, не может не радовать. В лыжах и биатлоне порядка 40% состава национальных сборных команд – это спортсмены Витебской области. Ну что ж, нам остается только поблагодарить вас за то, что пришли к нам сегодня в гости и пожелать успехов нашим спортсменам на всех, наверное, соревнованиях, в которых они принимают участие. Прямо сейчас посмотрим рубрику «Стракатые патерки», после этого вернемся в студию. Оставайтесь с нами. Привітанье, сябры. Подрихтовал для вас сегодня два пригожие летние слова, які вельми сугучные помеж собой, але усе ж мают разные лексичные значения. До речи, такие слова называются паронимами. И слова гэтае «летища» и «летник». Почнем. «Летища» – гэта летний дом, ци дом, у яким вы живяце летом. А калі сказаць па просту па русску, то што отрымаецца? Отрымаецца дача. Але отшуваецца розницу. Калі мы кажем «дача», у нікатурых адразу пачыная крывіцца твар, бо узникают невельми такі добрые ассоціація, звязяны с тяжкой, безконцей працей. А калі мы кажем «летища», то одразу уявляюцца пастрыженые лужайки, газончики, альтанки, мангальчики. Краті, ад пачынак. Вядома, слово «летник» таксама, звязаны з летом. Але, все ж такі, яно абазначає дзіцячы летній лагер, ці як зараз акажуть па русску «аздравітельный лагер», який ранію і называли «пілямерскі». Сябры, нехай дзіці ўжо пачынаюць выбіраць на лето летнік, а дарослые рыхтавацца да працы ці ад пачынку на летящы. Усяго добрых, да сустрэчы! В ефире «Вечерний Витебск». Прямо сейчас у нас в гостях заведующий сектора спорта и туризма Витебского райисполкома Николай Владимирович Жарненко и участник районных соревнований по подлёдной рыбалке, которые совсем недавно прошли на озере Вымна Витебского района, Олег Леонидович Клянский. Здравствуйте! Добрый день! Ну вот давайте расскажем о соревнованиях, когда они проходили, сколько участников собрали и вообще такие соревнования, вот они как часто проводятся у нас в Витебском районе? Ну если начинать немножко более с других понятий того, что рыба это, ну он не вид спорта, да, рыбная ловля, а один из видов здорового образа жизни, то в районе мы, наверное, уже давно обратили на это внимание, что спектр участников очень большой, что от детей, что касается и очень взрослого населения, которым уже достаточно, ну взрослые, и они получают от этого большое удовольствие. Люди ждут, ждут соревнований, да? И вот на протяжении последних двух лет у нас практически вот есть такая ассоциация рыбалка на Двине, мы провели три кубка, три кубка, но это было... Это именно на Двине, которое... Это на Двине, да. На Двине это была летняя рыбалка, и вот в этом году мы решили, что каким-то образом надо вернуться к зимней рыбалке. Расширяться надо. Да, вернуться у нас был, наверное, 18-19 год, да, были подлёдные ловли рыбы, потом она ушла немножко, ну из-за эпидемии, конечно же, ушла, ну и хотелось бы начать, знаете, с чего, когда мы собрались, наш актив, вот, сектор спорта, решили, нужен какой-то сленг придумать, который притянет людей, да? И у нас получилось название, такое, ну, шикарнейшее название, зимний фест, вымна фиш, вымнянский край, рыболову рай. И когда мы закинули это всё, да, вот в эти, как бы, в телеграм-каналы, и всё, все стали начать обращать внимание, что всё-таки вот сленг такой, он повлиял на количество, количество участников. Но вот количество участников в этом году, ну, больше участников было, чем в предыдущие годы, или примерно вот... Я бы сказал, что, наверное, больше, потому что... Мы не ожидали, конечно, прибытия 60 человек разного возраста, но... Это только из Витебского района? Нет, это из города Витебска, вот эта вот ассоциация, нам помогла хорошо, они приехали, ну, и с района достаточно, это более 40 человек. А из области люди не могли участвовать? Ну, вы знаете, они, может быть, и были, но когда при регистрации, обычно у нас такая, ну, задача была как, мы местные или Витебск, и вот в этой регистрации, как бы, мы немножко где-то упустили. Или у них там свои соревнования, да, где-нибудь в Шарковщинском районе. Вот, сказал бы, что более 60 человек собралось, вот, на вымно, подловить рыбу. Олег Леонидович, как вы узнали о существовании этих соревнований, точнее, о том, что они будут проводиться? Ну, я работник отдела образования, поэтому мы тесно связаны, поэтому... Но мы уже говорили о том, что спектр участников, в общем, довольно... Ну, самый разнообразный, наверное, да, то есть... Да, да. Люди, которых объединяет одно общее увлечение. Еще мы с Артуром перед началом передачи говорили о том, что вообще вымно звучит везде, отовсюду. Да, в последнее время на слуху, да. Все внимание приковано к вымно, почему и соревнования там. Да, почему там решили провести соревнования? Все-таки вот звучала сейчас двина, да, все-таки на двине. Ну, это, наверное, самый популярный, самый популярный водоем, на котором проводятся соревнования. А вот Вымнянское озеро... Ну, вы знаете, вы же были там, да, вот, когда въезжаешь в Вымно, открывается вот эта вот... Ну, вид замечательный. ...красота вот этого самого озера и самого поселка. Но решение было... Я бы сказал, мы начали, да, перебирать. Вообще в Витебском районе достаточно много красивых мест и озер, но решили остановиться на Вымно тем, что у нас хорошее взаимоотношение вот с Вымнянской школой, да. И вот почему получился этот слоган Вымнянский край, рыболовый рай, как раз они нам и помогли в этом, да. И как бы... Ну, мы пошли навстречу, наверное, все-таки друг другу и решили, что там проведем. Ну, красивые места, красивые виды, это, конечно, здорово, но важно, чтобы еще и рыба водилась. Вот это да. Там ее много? Ну, я думаю, что заслуженный рыболовый... Как опытный рыбак, скажите нам, в любом озере есть рыба, если рыбак ее не поймал, это дело в рыбаке. Или все-таки действительно есть озера, где, ну, не так все просто, и надо постараться, что что-то... Ну, как говорят, хороший лога рыбак может и в колодце поймать. Вот и... Но наше озеро вообще, вот февраль, декабрь месяц, ой, январь, февраль месяц, это трудовая рыбалка. Вы можете узнать по результатам ловли, потому что веса небольшие были. Но вот если говорить об участниках этих соревнований, то есть собрались не только, наверное, опытные рыбаки, которые там всю жизнь, да, с удочкой, но вот вы сказали, что было и молодых много. А вот на таких соревнованиях женщины вообще бывают? Да, вы знаете, у нас было, присутствовало четыре женщины, из них одна девочка, это была пятая участница, соревновалась наравне с женщинами, и она заняла второе место. И она, причем, учится вот в Новкинской школе, опять же, в районе, а приехала сюда с отцом, отец... Отец научил. Отец ее ловил, рыбу, да, и она вместе с ним, и вот заняла второе место. То есть она, получается, обошла отца, превзошла. Да, ну если... Значит, хороший учителем. Да, да. А много молодых вообще участников в этот раз собрали соревнования? Вы знаете, по составу, да, я вот смотрел и на регистрацию, и после того, как было закрытие, много молодежи. И все-таки вот этот вид, как я уже сказал, здорового образа жизни, он подтягивает и молодежь. Они хотят получить удовольствие от того, что ты находишься на природе, от того, что тебе ни в чем не мешает спокойно. Ты сосредоточен, делаешь свое, ну, любимое, так сказать, дело для того, чтобы получить от этого удовольствие. Олег Леонидович, вот вопрос вам. Что важно учитывать на таких соревнованиях, чтобы стать победителем? Есть какие-то хитрости у рыбаков? Или, как сейчас модно говорить, лайфхаки, да? Не знаю, слышали вы это слово или нет. Ну, хитрости, скажем так. Какие могут быть хитрости? На соревнованиях какие-нибудь могут быть. Труд, труд и труд. Ну, это труд, когда... Сверхлые шлумки. Ну, при кормке там есть, конечно, такие хитрости. Это мало кто рассказывает об этом. К чем кормит, как кормит. То есть это уже профессиональные секреты, если всем рассказать... Которые помогут занять первое место в соревновании. Зачем всем рассказывать? Ну, это мои не первые участия в подленном лове. А вы заняли какое место? Третье место. Третье место. Николай Владимирович, ну вот около 60 участников, вы сказали, принимали участие. И причем из Витебска, из Витебского района. Вот насколько сложно приходится организаторам? Это же тоже нужно все организовать, учесть все моменты, чтобы все было честно, беспристрастно, чтобы никто не использовал никакие уловки. Вот как вы, скажем так... Ну, есть, я бы так сказал, есть организационный комитет, куда входят профессионалы, которые нам подсказывали, как это лучше сделать. Есть условия соревнований, которые были озвучены перед началом, перед выходом на лед. Да, они такие общие, где ограничено квадрат, где можно ловить, где ограничено количество лунок, где ограничено, чтобы не ближе 5 метров там подходили друг к другу. Ну, это такие общие правила, которые это было все озвучено. Ну, и, конечно же, я бы сказал, что непосредственное участие принимает это, конечно, это наш Витебский районно-исполнительный комитет, моего структурного подразделения, ну, и наши друзья вот с этой ассоциацией рыбалка на две дни. Николай Владимирович, ну, а вы, честно скажите, любите посидеть с удочкой в руках или... Ну, не больше, если так говорить, любите, не любите, больше летнее вот подходит, как бы, больше летнее. Ну, зимой пока еще вот не дошел до того, чтобы стать рыбаком подленной рыбы. Я предлагаю прямо сейчас ненадолго прерваться. У нас есть видеосюжет, который снимали наши коллеги. Давайте его прямо сейчас посмотрим и продолжим нашу беседу. Вот и рыбка. Зимовая вода с одной штучной прынадой, ніяких электронных приборов для выявления рыбы и вымярения хлопеней. Такие обмежевания установлены для усих удельников клевого чемпионата. А кроме того, рыбакам заборонено допомагать одну-адному передавать рыбу снасти и прынадой. У каждого удельника свой сектор. На протягу 4-х годы рыбаки спадевались, что фортуна усмехнется им минавито сегодня. Опыт, снасти, ну и везение. Без него, конечно, не выловишь рыбку из пруда. Поэтому все факторы, которые сопоставимы, и получается результат. Люди веселые, отзывчивые. И общение с людьми, общение с природой, самое главное для здоровья, ну и для хорошего настроения. Ну, фортуна должна присутствовать, но надо уметь ловить. Это навык, это опыт, это годами нарабатывается. Ну, сегодня погодка, может, не совсем, но тем не менее, люди ловят, людей много. Боты, шапка и теплые пальчатки на зимовой рыбалцах – это холодные союзники у поливаний за золотой рыбкой. Будеть рыбу, как признают сгудельники, – соправдная навука. И, как у инших видах спорта, тут есть свои правила и хитрости. Четыре окунька поймал, от нуля ушел. Вот, поэтому я думаю, что многие получили удовольствие побыть на свежем воздухе, порыбачить. Здесь азарт, здесь свои преимущества. Уже, как бы, вот, наблюдавши за рыболовами, уже я вижу, которые конкуренты будут. И на первые призовые места уже есть. Рыбалка спокойно видит подшинку. Рыбаки готовы и сядет над лункой не одну годину, как зловить больше плотки, окуня и подлежчика. Однако на споборництвах не обышлось и без упарты, и напруженной бородьбы. Рыбаков не полохует ни мороз, ни снег, ни ветер. Сегодня для их головная клев. Но вот самая маленькая рыбка может стать вырешальным выниковым залику споборництву. Тому бородьба идет за кожный грамм зимового улову. Турнир по зимовой рыбалце на возе Рывымна объеднал больше 50 человек – аматору и профессийных рыбаков. Сюда приехали ново целыми семьями. Для прихильников активного и здорового отпочинку таки фест добрая махчимость обменяться вопытом и рыбацкими секретами. Фест подарил удельникам шмат эмоций и запоминальных моментов. Пирамошцу и призеру узнагородили медалями, дипломами и памятными статуэтками. Вядома не обышлось и без святочной юшки. Наступное споборництвы для аматору рыбалки на возе Рывымна организуют летом. В эфире «Вечерний Витебск». У нас в гостях заведующий сектор спорта и туризма Витебского райисполкома Николай Владимирович Жарненко и участник районных соревнований по подлёдной рыбалке Олег Леонидович Клянский. Ну вот только что посмотрели сюжет. Интересует один вопрос. Главные правила вот этих соревнований. То есть вот озвучьте нам регламент. Есть главные правила. Перед заходом на лёд проверяется. Но это, конечно, более-менее... Ну, не везде, наверное, но всё-таки проверяется наличие дополнительной рыбы. Вдруг кто-то... То есть кто-то из магазина. Из магазина. Да, или из магазина. Проверяются ящики. Это как в анекдоте, вот когда муж перед тем, как вернуться домой с рыбалки, заходил в магазин. Только здесь перед. Да, это одно из правил. И второе, такое основное правило, это количество проведённого времени. То бишь мы для любителей, это 4 часа. Вот в 9 часов мы вышли на лёд, запустили участников. И в час уже они вышли на подвешивание. Чтобы стать победителем, сколько рыбы нужно поймать? Больше, чем остальные? Как идёт подсчёт? По весу, по количеству рыбок? Нет, ну, конечно же, по весу. Нужно поймать как можно больше. Поэтому, ну, как сказал Олег, что сложные, конечно, были, ну, рыбалка была сложновато, но всё-таки победитель свой килограмм наловил. Килограмм. Победитель поймал килограмм. Там в сюжете было, что даже самая маленькая рыбка может изменить. Самые маленькие, наверное, ведь нельзя, да? Ну, это такая ловля, Олег, скажи, что может есть запрет на вылов счёте судака. Да, определённые размеры. То есть, ну, это всё, конечно, очень понравилось. Там менее, да, одна была щука поймана, но она... Не шла вообще зачёт. Не шла в зачёт, никуда. Была отпущена сразу же. Что касается правил, вот, ну, помогать друг другу, тоже было сказано, запрещено. Ну, вот если всё-таки кто-то просит о помощи категорически, там, ну... Ну, во-первых, судейская бригада периодически прохаживалась по периметру, смотрела, как это происходит. Есть и нарушения, но, да, категорически запрещено. Было объявлено уже перед выходом на лёд, что категорически запрещено. А в судейскую бригаду кто входил? Это сотрудники физкультурного спортивного округа урожая. Так, вот ещё один вопрос такой интересный. Мы видели, что, ну, люди сидят практически неподвижно, да, во время рыбалки. Погода, скажем так, зимой часто бывает очень морозная. Вот чтобы не замёрзнуть, да, во время ловли рыбы. Насколько тепло нужно одеваться? Вопрос, наверное, в первую очередь к коллегу Леонидовичу. Вот как вы обычно одеваетесь, ну, когда знаете, что с удочкой придётся провести не менее четырёх часов? Ну, тепло нас охраняется, когда одежда свободная на тебе, непродуваемая. Ну, естественно, помогает термобельё. Без этого никуда в современном мире. Это раньше тулу подел и пошёл. Ну, это сидишь. А сейчас на рыбалке нужно двигаться, двигаться и двигаться. Ну, вот ваш рекорд. Сколько, ну, вы же, наверное, часто тоже бываете на зимней рыбалке. Сколько времени, вот если там наибольшее количество брать, да, вы проводили, скажем так, с удочкой, вот зимой? Ну, выходило так, часов по восемь. По восемь часов. Ну, что помогает не замёрзнуть? Ну, есть, Артур. Один секрет, но это за рамками спорта иногда. Разные роботи. Есть лещатники, которые сядут на лунге, будут ловить. Кто по окуню бегает. Вот, я приверженец жерлиц, выставил жерлиц, пошёл по окуню. Кстати, а на этих соревнованиях вы могли выставить жерлицы? Нет, нет, нет. С соревнованиями это не предусмотрено было. То есть здесь каждый мог... Скажи специфику, вот, мормышку, вот, расскажи. А, ну, там ещё были условия на мормышку с насадкой ловить. Есть коза такая, мормышка. Она безнасадочная и, чёртик, это безнасадочная. То есть на них насадки не вешаются, ловится на голову и в мормышку. Там своя специфика игры, конечно же. Ну, вот, если оценивать результат победителя этого года, да, насколько он лучше или хуже результата победителя предыдущих соревнований? Вот, удалось ли ему поймать больше рыбы, побить рекорд, может быть? Были вообще поставлены какие-то рекорды в этом году? Ну, я думаю, что нет, рекордов не было поставлено, да, если так уже подсадить. Разница небольшая, но победитель один и тот же. Он и прошлые игры выиграл. Профессионал, он подошёл по-профессиональному и занял первое место. Но разница небольшая в лове была. Я ещё раз говорю, в это время озеро трудовое. Ну, а в чём заключается вот секрет профессионала, да, вот, как вы думаете, в чём его секрет? Что у него лучше, там, наживка или, ну, вот, как ему удаётся несколько лет подряд становиться первым на таких соревнованиях? Молодость, движение и ещё раз движение. То есть не опыт. Он сидит на месте, ну, и опыт он набирается, естественно, с годами, это не однодневное. Ну, он с большим отрывом опередил преследователей, разница была большая? Да, в полкилограмма разница. Ну, это серьёзный результат. Даже интересный человек, надо бы с ним, может, и познакомиться. Ну, получается, что вот по эпизоду, как бы, видно, что народ сидит и ловит. А на самом деле это движение. Это движение. Если у тебя не идёт одна лунка, ты имеешь право пойти, не мешая другим, ещё открыть лунку и там попробовать. И вот правильно он сказал, что молодость, она где-то играет, где-то побыстрее нужно двигаться и пробовать там, где она всё-таки есть. Нарушения регламента какие-то были, правил, может быть? Нет, не знаю. Или такое редко случается? Это редко случается. Все подошли очень, так сказать, компетентно, профессионально, и всё прошло, я бы сказал, на ура. Как мы давно не проводили, то я считаю, что соревнования удались. Я думаю, дальше будем точно так же продолжать. Как правило, вот мне кажется, что такие соревнования, ну, тем более на морозе, да, интересные обычно, ну, только рыбакам. Вот если говорить о зрителях, много ли зрителей собирают такие соревнования, которые приходят, ну, просто поболеть за участников или посмотреть? Наверное, всё-таки специфика, вот насколько мне, ну, Олега Байдена, конечно, мне кажется, специфика вот рыбной ловли, она не подразумевает болельщиков. Потому что им нужна тишина, и они вот сами в себе, вот, чтобы не спугнуть, не мешали. Да, да, да. Нет, болельщики всё-таки были, но они не присутствовали на территории, они наблюдали с берега. С биноклями? Ну, там небольшое расстояние, там 200 метров было. При ловле рыбы должна быть тишина, какие болельщики, правда же? Ну, какие, с транспарантами, с криками, лозунгами, с вузелами. У Олега Леонидовича диплом у нас буквально есть одна минута, давайте мы всё-таки покажем зрителям и зафиксируем этот результат. Ну, что вот диплом этих соревнований... Тичь и грамота у вас даже. А грамота это за предыдущие соревнования? Грамота это за предыдущие соревнования, это 2019 год первое место, и 2018 год первое место. Они чем-то похожи. Летний лов рыбы на удочку, и плюс ещё самая большая рыба, грамота. А покажите, какую самую большую рыбу вы не знаете? А можно руками? Нет, эта грамота была, там 250 грамм была краснопёрочка такая. Это в рамках соревнований. А если говорить вот... За всю вашу жизнь. За всю жизнь, да, то есть если не брать соревнования, вот какую самую большую рыбу удовольствую? А это Мозырь, Щёку, 11500. Юра Викторович, режиссёр, это хороший результат, это очень хороший результат, говорит самый большой фанат рыбалки в этой студии. Мы можем говорить о рыбалке бесконечно. У нас остаётся совсем немного времени, поэтому последний вопрос будет звучать так. Когда ждать следующих соревнований, да, и, ну, будут ли они проходить, может быть, летом? На каком водоёме? Значит, ну, у нас запланировано три этапа, опять же, Витебского региона, это рыбалка на Двине, три этапа будет проходить. Плюс, мы у нас есть договоренность с председателем сельского исполнительного комитета, мы возобновим рыбалку на Двине, но только в Куринском сельсовете. Вот там вот будет, как бы есть хорошая задумка, я думаю, у нас получится. Ну, ежегодно, я вот забыл сказать, конечно же, ежегодно мы проводим рыбалку на Лучиновке, на пруду Лучиновка, это с инвалидами-колясочниками. Ловись рыбка маленькая и большая. В этом году она пройдёт обязательно, потому что там с каждым годом круг участников очень ширится, даже не считая области, а с республики. Ну, а ближайшие соревнования, вот когда ждать? Если вдруг болельщики с вузелами всё-таки решат прийти? Ну, я думаю, по весне, наверное, уже теперь. Весной? Да. Весеная рыбалка с берега. Желаем удачи. Желаем удачи, да, спасибо за то, что пришли к нам сегодня в гости. Вам успешной рыбалки, наверное, да, и успешных соревнований уже весной. Прямо сейчас в эфире вечернего Витебска рубрика «Афиша», после неё вас ждёт ещё музыкальный номер. Не переключайтесь. У Витебским областным методичным центра народной творчести у межих арт-проекта «Заховальники народных ромёствов» выстава центра ромёствов Адрадженни Витебского района. Тут развивают ткацтво, соломоплетение, вышелку, ганшарство, керамику. Майстеры центра презентуют традиционное оденье, ганшарный посуд, тканые поясы, набоечные хустки, вышитые ручники, маляванки, вытянанки, работы с соломкой и соскурой. Новую систему понимания художественной абстракции предлагают приверженцы сайерсизма. Это направление современного искусства создал русский художник-искусствовед Сергей Дождь. Сейчас сайерсизм объединяет около 300 авангардистов из России, США, Германии, Франции, Бельгии, Италии, Китая и других стран. Авторы провели уже более полусотни выставок. На этот раз художественную презентацию своей теории они организовали в Витебске. Экспозиция из сотни работ представлена в Музее истории Витебского народного художественного училища. В культурно-историческом комплексе «Двина» открылась выставка, которая знакомит с творчеством нескольких поколений одной семьи – семьи Савченко. Представлена вышивка, резьба по дереву, живопись и батик. Разножанровые, но одинаково талантливые работы вошли в экспозицию с говорящим названием «Моя семья». В эфире «Вечерний Витебск». Прямо сейчас в нашей студии выступит Тимофей Бейнарович. Мы же с вами прощаемся, а увидимся на том же самом месте в то же самое время. Всем до завтра, нескучного вечера и пока. Субтитры подогнал «Симон» Играют огни на асфальте и вот, ты прошел сквозь переулок и движешься дальше. Трубы в речах и мотор ревет, давай, багазан и волны вперед. Воздух трясется и плавится лед, бессонная ночь сегодня мы ждем. Трубы в речах и мотор ревет, давай, багазан и волны вперед. Воздух трясется и плавится лед, бессонная ночь сегодня нас ждет. Шпоры на ботинках, бумажник на цепи, кожаные куртки в закрепках и рукава. Воздух трясется и плавится лед, бессонная ночь сегодня нас ждет. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»